короче ребятки я местами раздолбай сделал плейлист азбука караванин караваннера специально для тех кто только сейчас заинтересовался этой тематикой и люто забываю подгружать видосики забываю простые вещи подгружать которые для меня кажется очень простыми очень заурядными абсолютно неинтересными но для человека который только вчера заинтересовался этим они могут быть содержателем так скажем и тема которая очень не хотела снимать потому что вообще кто там рядом хоть стояла рядом с кемпером эту тему снимал про слив воды и про залив воды пробью туалет куда чего там девается из туалета и короче макс чего нет у них нет тема кажется достаточно понятная заурядная неинтересная но для меня для человека который много лет с этим связан который живет уже года четыре наверно в кемпере а для человека который только вчера заинтересовался и так получилось но попал он сразу ко мне на канал для него эта тема будет интересной ну как интересный просто это будет ответ на вопрос который я перечислил ну куда ж ты родной ну что ж блять не 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 блять баран очень 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 нездравый гражданин который вот он не посмотрел на мой габарит и вылетел сюда а о чем я сейчас я выйду на дорогу чтобы не спокойнее говорить с вами что-то у нас ничего не падает ничего а так вот вопрос это возникает у людей периодически чего делать как делать я не буду освещать там не рекомендованные версии потому как люди разные бывают бывают более здравые как я вот к примеру у меня я сейчас буду делать импровизированный слив воды почему импровизированный я стоял в таком месте где я мог не засоряя окружающую среду вот не делая парковку не презентабельной я мог как бы сливать водичку да но не все так вот делают как я некоторые прямо очень делают нехорошо очень аккуратно вот поэтому мы всякие неофициальные версии рассматривать не будем будем рассматривать только версии официальные специальные места отведенные для слива воды для залива воды платные не очень но это будет одно место для слива туалета и для заправки газа про газ я наверно сниму сегодня но выложат на отдельное видео вот по крайней мере про водичку туалет мы будем рассматривать а пока нечего смотреть на меня у нас тут не то чтобы вот красивый где-то очень красивый где-то очень живописный вид где-то он попроще тем не менее сейчас у вас наверное снег поэтому зачем смотреть на снег вот смотрите вот сюда и вот и и и и и и ну а специально отведенные места это вот то место куда мы сейчас будем заезжать или будем заезжать со второго захода потому как оно там занято а и и и и и и и И что же, господа Идем на второй заход И я Очень надеюсь, что у нас местечко Для слива импровизированной воды Которой у меня там практически нет Свободно И я смогу вам показать Как происходит процедура слива воды Какими способами Производится залив воды Туалет и прочее Итак Наблюдаем впереди по курсу Стоит такая Колоночка Смотрите, вот эти Справа, слева Видим желтые такие Разметочки Вот Это места для слива Там видно такое углубление Сейчас я покажу И решетка Мы заезжаем так, чтобы у нас кузов был в середине Я обычно еще стараюсь, чтобы сильно там Хоть здесь везде уклоны Но я стараюсь Я стараюсь еще встать таким образом Чтобы Не сильно много рассекалась Водичка Идем, пойду покажу Короче Я сейчас ради вас подвиг совершил Я никогда не плачу за воду Я никогда не плачу за то, чтобы слить грязную воду И слить туалет Но я это делаю цивилизованно И Ну, мне же нужно вам показать Смотрите, какая штука Значит, смотрите, ребятки У нас что имеется? У нас имеется вот этот вот Желтый квадрат Такая разметочка И вот здесь вот Я вам сейчас покажу Тоже она есть Вот здесь вот Вот вы видите, да? И здесь какая штука сделана? Ола? А здесь Везде по плоскости идет Такой уклон И в середине Есть дренажная решетка Куда У нас сливается водичка То, что я сейчас и сделаю у себя Ну, так как у меня почти пустой бах Поэтому Я делаю следующее действие Иди-ка сюда Я тебя сюда поднесу Чтобы ты мог все это видеть, дружочек У всех на самом деле Сделано все это по-разному Ну, вот у меня так У меня такая есть штука Ее мы тянем И у нас открывается слив И у нас вся эта Ну да Ну вы поняли, да? Короче, у меня тут не густо слива Потому как Мой слив работал на той парковке Где я стоял постоянно В травичку у меня утекала водичка Ну, смысл понятен-то, да? Так Итак, дружочек Двигаемся дальше Ценники Банье Слить сортир Рубль Это слить водичку Ленадо Агва Я думаю, это да Слить И сервисы комплекта Ну, типа полный комплект Три евро Короче, я точно не помню Но я сейчас, когда включу Мы это узнаем Здесь где-то стоит Два Два с половиной рубля Вот я не знаю Как тут исчисляется Сейчас я вот уточню этот момент Либо здесь Сто пятьдесят литров Дается на заливку Либо здесь Десять минут Просто Я, ребята, честно Никогда не платил за воду Вот Я об этом дальше расскажу Где как бы я беру воду И Мнение, короче, расходится Мои знакомые, которые пользовались Кто-то говорит Сто пятьдесят литров Ну, они залили сто пятьдесят литров Кто-то говорит Десять минут Типа работает Вот эта штука Ну, вот И дальше Нам нужно сейчас На разных сервисах По-разному На многих сервисах Есть как бы шланг Вот А на некоторых нет Вот здесь вот Он был Сейчас его не вижу Да Сейчас я возьму свой шланг И будем мне заливать водичку Так Ай-най Кстати, ребятки Прошу обратить ваше внимание Я буду в этом ролике Неоднократно Ссылаться На один видос Там Пару годовалой давности Там, где Видос Называется Что нужно Караванеру в дороге Видим Вот здесь вот Видим Такую резьбовую штучку И вот В том видосе Я говорю Про туевую хучу Разных переходников Для воды Для газа Для много всего И вот это Наверное Самая часто Вот в Европе Для меня Нужная Часто встречаемая Штука Которая нужна Вот эта вот Навинчивающаяся часть Сюда На экран Сейчас покажу Вот Она у меня На три уровня резьбы Вот одна Вот вывинчивается Вторая И вот тут Третья Короче Три уровня резьбы Но это самые популярные У меня таких штук Пару штук Нужна Потому что иногда Мы можем даже найти Халявную воду Но будет вот такая Фиговина Вот И можно конечно Что-то мудрить Там как-то шланг Там греть Натягивать Но вот это Это лучшее решение На самом деле Для подключения шланга Так где наша Заветная монетка Тепереча Нам нужно сделать Вот так Вот так Да Вот так Номер два Забрасываем И нажимаем Ничего не происходит Или происходит И нихуя не происходит А нет Происходит А не происходит Короче походу я затупил Она открывается что ли Надо же А нет Слушайте ребят Она работает Короче Но она действительно Как-то по времени Раньше работала Вот эта вот фиговина Короче да Шкала времени Поэтому Что я сейчас буду делать Я не знаю Возможно по времени работает Поэтому У меня там есть Ведерочки сзади И мы их заполним Как только у меня польется А как определить Что полный бак У приличных Кемперов Да Льется У приличных кемперов Сделан Такой Переливной разъем Вот Переливной разъем Когда Бак полный Он начинает туда Заливать Вот Сейчас мы его Зальем У меня там сзади У меня сзади есть Вот ведерочка Для того Чтобы приснять гидрак И вот там Канистрочка Я ее осушил Черное Плохо видно Вот у меня есть белые Как бы они чисто для воды А черную я осушил Для топлива Типа сделал Вот Но Я думаю Зачем как бы это Зачем Не расходовать Как бы то За что уже заплочено Да Если можно его Израсходовать Сейчас пойдем Сливать сортиры Это будет самое интересное А там приезжают На парковку Разные наши местные Известные личности Там вот Гражданин Приехал газ менять Как дела Лободена Короче Парень из Литвы Он здесь живет Делает доски Хорошие доски делает Вот Что у нас там С водичкой А я Для чего еще Вот в бутылочку Иногда заливаю воду Иногда я Пользуюсь там К примеру Возможностью Таких вот сервисов На халяву Да Заливаю воду Ну там Ну в смысле Сливаю сортир Ну сейчас я покажу Вот И если не платить Да То тогда водички Не будет Чтобы промыть кассету Ну ее можно не промывать Но лучше промыть Да Не все иногда Хорошо оттуда выливается Ну вот Это момент номер раз А момент номер два Ну можно где-то просто Как бы да Ну где-то в какие-то В какое-то место Где ты там Не испортишь И вид И природу И так далее Да Можно слить кассету Так вот Для этих целей У меня вот Всегда вот Такая на 5 Либо на 8 литров Бутылочка Залито Вот И там 5 литровочка Достаточно Чтобы промыть кассетку Сейчас мы вот Доливаем водичку Оставшуюся Да Вот сколько у нас Тут влезет И все И переходим К сливу сортира Сейчас дружище Мы перейдем К самой Грязной части Работы Самостоятельного Обслуживания В кемпере Я тебе подскажу Как узнать Если кто-то Сделал Из микроавтобуса Кемпер Он типа По-человечески Сделал Но все-таки Лоханулся На том Что сделал Определенные Плюшки Удобства Правильно По кемперовому Вот палит Вот эта дверка Вот такая Маленькая дверка Это место Установки Кассеты Биотуалета Которая Находится Здесь А что это у меня Болтается Не знаю Не важно Вот Значит Вот это мы Имеем Кассету Биотуалета Блокиратор Такой Шелеп Поднимается Она достается И вот Все Что ты кушал Здесь Вот Далее И идем Туда Где мы будем Это утилизировать Оно конечно Может выглядеть Вот так Вот посимпатичнее Но что-то Тут не работает И оно на замке Поэтому Пойдем К более Старинной Конструкции Вот Это более Старинная Конструкция Смотрите Ребят В Европе Где-то Я лично Не видел Свои глазами Только видел Там что-то В этом В Ютубе В телевизоре Существуют Такие Прямо Автоматы Я не знаю Как они работают Абсурд Какой-то Потому что Там нужно Отвернуть Эту горловину Открутить крышку Но Может Я и не видел Может Мне Серега Рассказал А я поверил И представил Себе И так Представил Что Показал Что видел Ну вот Кстати В плане Брезгливости Наш народ Более брезгливый Почему-то Ну вот И все Типа Там все Само происходит А я такого Не видел В основном Это вот По такому плану Здесь вот У нас Две кнопки Для Чтобы отсюда Вода потекла Смыть Слить Промыть Кассету Но За это Надо платить Я платить Не буду Поэтому Смотрим Как я это Делаю А я это Делаю Беру Кассетку Отводим Горловинку Здесь есть Такая крышка Для Развоздушивания Чтобы оно Не всасывалось Нужно ее Нажать Когда уже Опрокинули Чтобы Короче Нужно быть Таким Жонглером Акробатом Чтобы Не сильно В говно Заляпать Вот так Вот делаем Опа Опа Так вот Потом Потрясли Хорошенечко Да Ну вот Я даже чувствую По весу Что Не дотрясли Поэтому Обычно Мы пользуемся Вот той фиговиной Открываем Вот эту систему По моему методу Будем работать И заливаем Сюда Литрика Три водички Опа Потом Закрываем Делаем Вот так Переворачиваем Опять Оба В этот раз Более эффективно Потом Делаем Еще раз Дублируем Эту процедуру Обычно Я не жалею Водички Она обычно Для меня Халявная Кроме Сегодняшнего дня Ради вас Вы мне Кстати Три евро Теперь должны Вот Выливаю Оставшиеся И еще раз Делаю Вот так вот И у нас У нас уже почти Что там Все прямо Это прямо Прям Пить можно Оттуда Но я не буду Вот Закручиваем Опускаем Горловинку Вставляем Заливаем Реагент Обычно Обычно 100-120 Грамм Вот таким Вот образом Мы Делаем Делаем Таким образом Чтобы Как При обслуживании ЖКХ У нас была Всегда вода В кране Всегда Не было Затопа И всегда Было куда Сходить Посрать Кроме кустов Если очень холодно В кустах И Где-то Через неделю Тут появится Где-то тут Ссылка Вот В которой Я вам Расскажу О полном Криминале Очень опасном И агрессивном Как И откуда Берется Газ Для плиты Мы это делать Будем Тотальнейшим Незаконным образом С нарушением Всех правил Техники безопасности Мы будем делать Так Как этого Делать нельзя Но у меня Есть связи И я Смогу вам Не только Я могу Пользоваться этим Но и могу Показать вам Все Адьос Спасибо за субтитры